Всем привет, дамы и господа, с вами Крестоносец, и сегодня мы начинаем новый цикл экстремальных битв Massive Battles из игры Total War Warhammer 3. В первом видео я предлагаю вашему вниманию сразу три боя. В дальнейшем с выходом Империи Смертных DLC на новые фракции и установки Радиус Мода мы расширим список тестируемых юнитов. Настройки графики у нас будут, естественно, максимальные. Сегодня первый ролик в 2К разрешения официальный на канале. Все параметры стоят на пределе возможного. Единственное, что сглаживание FXA я не стал выставлять на ТАА высокое или обычное. Оно сильно замыливает картинку и изображение становится только хуже от этого. FXA сглаживает острые грани, при этом мыло не дает почти никакого. Давайте перейдем непосредственно к повторам. Именно в таком формате я буду воспроизводить. Это удобнее, чтобы не отвлекаться на сам бой. Максимальные, естественно, были сложности искусственного интеллекта. Первая битва у нас будет практически 15 тысяч юнитов, 8 армий. Больше в игре не поставить. То есть это новые войска, жарклинки, даже царская стража с тяжелым оружием. Кислеев и Катай вместе против демонов хаоса. Также здесь присутствуют дюнные драконы, стража небесного дракона. Ну и самые сильные, на мой взгляд, рукопашники, сейчас, по крайней мере, в третьей части, это кровопускатели обычные и элитные, тоже из DLC. Все они максимального ранга золотого. Данные, в общем-то, битвы, они не преследуют целью выяснить, кто из них сильнее. Больше упор здесь ставится на масштаб, на эпохальность происходящего. Оценить возможности движка, оценить возможности железа. Во втором бою у нас будет 7200 юнитов. Солянка из разных фракций. Там будет и Кислеев, и Катай, и Огра. И, соответственно, все они будут противостоять хаосу. Чем более разнообразные войска присутствуют в бою, тем больше нагрузка идет на движок, когда между ними происходит коллизия в ближнем бою. Ну и третья схватка. У нас будет насчитывать 9000 юнитов. Снова хаос, Кислеев, но на сей раз демонессы вместе с элитарными кровопускателями против DLC-шных медведей Кислеева. Итак, погнали. Подобную битву провести в компании достаточно проблематично будет, по причине того, что максимум может выйти только 4 армии на бой, ну а еще 4 только в виде союзных подкреплений, а такое происходит крайне редко. Я не буду комментировать бой. Просто посмотрите и узрите всю мощь и численность третьего варха. Ну а итоги мы подведем после битвы. Я скажу, какой был фпс минимальный. Ну и вообще, как это все работает. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 Минимально 51, средний 70, максимально около 90 Что для таких масштабов, согласитесь, тоже достаточно неплохо Все работает без проблем, ничего не дергается, не лагает Это опять же 8 армий максимум того, что могло быть у вас в компании В целом, я уже говорил, когда еще апгрейд не делал Что оптимизацию в третьем вархе вам не завезут То есть не рассчитывать, что это сделают патчами Что это выйдет с каких-то там DLC, у вас внезапно прибавится плюс 20 FPS, 30 И тогда сживете, особенно на глобальной карте, где она реально отвратительная Такого не будет, только апгрейд железа даст вам оптимизацию Спустя, ну не знаю, лет 5 примерно, когда все уже обновятся до каких-то пресловутых Там 5060 RTX, грубо говоря, или там 5070 Никто и не вспомнит, что в Total War Warhammer 3 была какая-то дерьмовая оптимизация на релизе У всех там будет в боях под 80 кадров в среднем Если там будет 4 армии, допустим, или там 2 армии еще больше На глобальной карте будет там 50-60 FPS, а то и больше В 2К разрешение 4К будет, конечно, меньше, но этого достаточно Сейчас, да, сейчас, кстати, вот на 3090 Ti на глобальной карте не везде в 2К держится 60 кадров Сразу говорю, если быстро водить камеры, то бывают просадки до 53 у меня при записи, при тестовых стримах Которые были в ограниченном доступе То есть, ну да, средне там тоже было около 70 кадров 80 кадров бывают в некоторых местах 90 и даже 100 в районе Катая Но вот если смотреть около Кислева в районе Дракингофа На перешейке, где самый низкий FPS в заливе Там вот при быстром перемещении может просесть до 53 А если смотреть статично, то где-то 64-68 Ну, в общем-то, такое себе Удовольствие, работа все довольно плавно Мне нравится в целом Я рассчитывал на большее несколько, но, в общем-то, и так все идет И третий бой Давайте завершаем сегодняшний цикл тестов Как раз-таки медведи Клятвенные братья Тора Тоже дивился лишний отряд Новый против новых Демонесс Обольстительница Возвышенный Демонесс Сланиша Топовые командиры тоже Карис, Темный Принц И Красный Угор Со своими адскими войсками Это DLC-шный кровопускатель По сути, здесь 4 армии Но крупный масштаб По факту, это те же 8 армий Просто разделенные на 4 Катарина И Борис Вот этот бой был интересен Не только с точки зрения Масштабности и пахальности Но и с точки зрения того, кто из них победит Самые сильные ближники Медведи Кислева На мой взгляд, они сейчас в ближнем бою Доминируют Даже перерубают тех же пропускателей Ну и Демонесса с гигантским уроном Те, кто смотрел Мои стримы Видели, сколько они наносили демеджа Это были обычные Демонессы Не из дополнений И не с максимальным опытом И кропускатель здесь тоже мощнее Смотрим И тест был сделан буквально там Несколько дней назад То есть это последняя версия Как раз Третьего варха Не предварительная Которая была на предыдущих Реплеях Ну и карта другая Старый пик Горы Старого Света Такой пролом своеобразный Чтоб максимальных навалить в одно место 1200 медведей против 7800 Демонесс И кропускателей Моментами это смотрится Как Ultimate Battle Simulator Кстати, у этих медведей Есть обилка Которая очень похожа На ту, которую используют Хаситы С бомбежкой Зеркальной Вот эту Кота только что залетела Их хранители Они тоже могут бомбить Урон меньше Но В целом По площади бьют хорошо И не цепляют Союзу ВСК Начальные шансы Примерно одинаковые У медведей Чуть больше На пару процентов 52 на 48 Здесь при контакте Кстати, было напряжение Движка Было видно Когда они столкнулись Одновременно Что подергивания Пошли Именно Слишком много Их в одном месте Столкнулся Я Для этой цели Поставил этот пролом Чтобы они навалились Одновременно В одну и кучку Но Справился Тем не менее Видите Разрулил И Все это Нескатило С вайт шоу Было эпизодически Едва Заметно В пару Умновений Вот Какая-то бомбежка Медвежья Очень много Светящихся объектов Очень много Эффектов Они все Дополнительно Спускают Какое-то сияние Демонессы Крупускатели Медведи Со встанин Очень сложный Рендер Для Вообще Записи От brokerσbereich Медведи 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 Продолжение следует... 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 Все, демон отправляется в арт. Остается два командира. Бьются они изо всех сил. Но... Один из них уже сожером. Красный... Бор. Остается что-то еще поменять в этом бою. Но это все очевидно. Спротивление бесполезно. Ну и что хочу сказать, кстати, еще отдельно про разрешение. Между все-таки 1080 и 2К есть довольно приличная разница в плане детализации и четкости картинки. Да и воспроизведение на ютубе тоже гораздо более четким является именно в 2К. Поэтому всячески рекомендую поставить именно его. Даже если вы являетесь обладателем Full HD монитора. Гораздо повысится резкость. И в целом качество картинки возрастет. Но есть и одна проблема, кстати, связанная с 2К разрешением. Я не писал в группе ВКонтакте и выкладывал видео с первыми двумя боями, записанное без сглаживания. В общем, дело в том, что когда вы загружаете видео на ютуб, оно рендерится его кодеками, перерендеривается, переобрабатывается. И из-за наличия гигантского количества мелких деталей, не сглаженных, кодеки ютуба его обрабатывают таким образом, что изображение начинает мерцать. То есть начинает мерцать синхронные деревья, войска в динамике. И смотрится это отвратительно. То есть когда вы двигаете камеру, у вас все это одновременно мигает и моргает. Именно поэтому сглаживание пришлось включать. Это проблема именно ютуба, потому что на самом видео ее нет. После записи ее нет. Вот сейчас, когда я, соответственно, записываю, все прекрасно выглядит и работает. Писали запрос вместе с партнеркой. Ютуб ответил, две недели проверял. Сказал, что лучшие кодеки установлены на канале для обработки ролика. Но из-за вот этого обилия несглаженных деталей, таким образом их кодеки это все дело рендерят. И они рекомендовали либо увеличить сглаживание в самой игре, либо сглаживание во время обработки ролика после записи. Ну, что я, в общем-то, и сделал. Включил FXA. В игре это решает проблему. Мерцания пропадают. Хотя немножко там FPS все-таки становится меньше. Но где-то 2-3 кадра у меня в тесте, по крайней мере, было меньше на FXA. Но в боях разницы я никакой не вижу. В этой битве минимально было 41 FPS. Когда была бомбежка, я заметил в одном месте. Но средний FPS был в районе 60-80. Так что в целом тоже никаких проблем при 9000 юнитах и светящихся бликующих юнитах. Медведи побеждают. Более чем уверенно. В очередной раз доказываю, что это, наверное, лучший юнит ближнего боя сейчас на данный момент. Не только, может быть, в третьей части, но и в Империи Смертных. Но мы это посмотрим. Они уже выйдут менее чем через 3 недели. Я надеюсь, что я успею закончить кампанию за Катай на стримах. И мы начнем сразу же кампанию за ту фракцию, которую вы выберете. Кстати, голосование будет немного иным. Сразу говорю. Ну, я еще на стриме тоже об этом упомяну. Когда выйдет Империя Смертных, в этот же день мы будем точно знать, какие фракции будут в игре. Допустим, если они появятся часов. Ну, я думаю, что они появятся вечером. Часов, наверное, в 6-7 стандартно по МСК. Час будет голосование на генерала. И час будет голосование на фракцию. Ну, сначала на фракцию, потом на генерала. Не как раньше по суткам. Мы должны в этот же день определить, кто будет играть. Поэтому обязательно приходите в группу ВК, вступайте, подписывайтесь. И вы сможете проголосовать. Я сразу вывешу объявление. Ну, соответственно, голосование. За час вы выберете фракцию, потом выберете генерала. И в этот же день, часов, наверное, ну, в, может быть, там, 8 по Москве мы стартанем уже стрим. Да, у нас уже есть проголосованные кампании за Огров Золотозуба. Но она не будет перенесена на Империю Смертных. Там будет отдельное голосование за всех генералов, все фракции. Золотозуб получит свою кампанию, естественно, в третьей части. Она будет пройдена уже, скорее всего, с Боб Паком. Но это будет, наверное, уже правильно и канонично. Я надеюсь, что они не отложат такие его... На сей раз, несмотря на то, что информации про него нету, повторяю, на данный момент официально, нету трейлера даже о том, что он как бы будет, и точные даты выхода. Но его обещали с дополнением 2.0. А это именно Империя Смертных. Может быть, без особого опломба, может быть, за несколько дней они выложат трейлер. Но пока что трейлера нет даже в официальном лаучере и на официальном сайте Креативов. Кто что знает, пишите. Будет интересно почитать, если у кого-то есть такая информация. Ну и предлагайте ваши варианты будущих тестов. Один я уже озвучил. Это демонессы возвышенные. Элитные из DLC и кропускатели DLC-шные против вот тех же войск, которые были в первом бою сегодня. То есть против царской гвардии. И небесных драконов. Дюнных. Посмотрим, кто из них при 15 тысячах тоже победит друг друга. Я думаю, что у демонессы и у кропускателей есть шанс одолеть кислевитов. Но я буду командовать опять кислевым. Там увидим на максимальной сложности кто КО. Вы, может, свои варианты писать в комментариях. Я их рассмотрю. И там уже также будем их использовать в будущих тестах. Вот такие дела. Надеюсь, что данное вводное видео вам понравилось. Многие хотели оценить возможности новой системы. Как она работает. Ну вот вы воочию могли это все наблюдать. В принципе, на стримах будет все то же самое. Там нагрузка примерно такая же. Скорость записи. Здесь 100 мегабит в секунду было. На стриме я буду стримить на 50. 1 тысячу килобит в секунду. Ну, 51 мегабит. Потому что это ограничение самого OBS для 2К разрешения. Если его превышать, то начинаются какие-то фрезы, лаги. Я уже проверял. Ну, картинка выглядит очень достойно. Гораздо лучше, чем она выглядела на Full HD разрешении. Поэтому я думаю, что вам понравится. И вы визуально увидите разницу и в FPS, и, соответственно, в, естественно, графике. FPS, да, стал больше. Как я уже упоминал, у меня ранее был где-то в районе 30. При быстром перемещении камеры 30-45 FPS. Что-то в таком диапазоне сейчас он варьируется. От 50. Ну, в среднем 5 при быстром перемещении. Да, с провалом до 53 в минимуме. То, что я видел. Ну, в среднем там 55, где-то 100 FPS. В зависимости от региона карты. То есть, производительность стала выше, ну, раза где-то в 2. Может быть, 2 с небольшим. Так оно и должно было быть. Но для 4К по-прежнему все-таки видеокарты пока не существует. И даже 30-90 Ti получало бы провалов в среднем, я думаю, кадров до 30, может быть, 5 где-то. При быстром перемещении. Ну, а в среднем было бы 40-60. Если вы скажете на глобальной карте, играбельно ли это? Ну, да, вполне играбельно. Для стратегии это неплохо. В боях бы было, ну, где-то кадров, наверное, в среднем тоже 35-70. Очень хорошо. Но запаса бы не было никакого. Я все-таки склоняюсь к тому, что 2К сейчас идеальное разрешение для современных карт. Большой запас на будущее. Гладкая работа. Можно ограничить FPS, чтобы они там не перегревались, не перегружались. И спокойно, ну, в те же 60 кадров, там, 75, на сколько вы установите ограничения, играть, наслаждаться плавно геймплеем. Вот, наверное, все, что я хотел сегодня сказать и показать. Если данный ролик вам понравился, не забывайте поставить лайк. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Впереди еще много интересных видео уже на новом железе. В принципе, апгрейд завершен, можно сказать. Я не заменил пока еще только жесткий диск, но заменю его на днях. Поставлю SSD серверный, он уже у меня приобретен и ждет только замены. Нету возможности пока его установить. Это довольно тоже процесс небыстрый. Надо будет его еще тестировать. Надо будет перебрасывать данные, огромное количество на него с жесткого. Это делается для того, чтобы увеличивать скорость битрейда, возможно, даже больше 100 мегабит в секунду при записи. А жесткий диск уже может стать узким местом в этом плане. Хотя его скорость где-то 150-170, но он может уже фризить в определенные моменты. Плюс ко всему он все-таки шумит. Система я подбирала себе абсолютно бесшумную. И сейчас он является самым шумным устройством в системном блоке. Особенно в режиме, ну как бы простой, либо пассивном режиме нахождения в интернете, в браузере, при просмотре фильмов, при прослушивании музыки. Кулеров не слышно вообще, а вот он тарахтит. И это мешает, раздражает. Вступайте в группу ВКонтакте для того, чтобы быть всегда в курсе происходящего на канале. Те же голосования, например, на Империю Смертных. Вы сможете повлиять на того генерала, на ту фракцию, которая будет на стриме. Это будет первый стрим, он будет достаточно важен для канала в целом. Это будет, кстати, бета-версия для тех, кто не в курсе Империи Смертных. То есть там будет количество багов, я думаю, запредельное. И лагов, и багов. Заодно вы посмотрите, как на самом, ну, может быть, не на самом, на одном из самых быстрых компов из существующих в мире это все будет работать. По крайней мере, видяха будет здесь самая мощная. Мощнее пока что нет ничего. В 2К разрешение, забегая вперед, сжирается где-то около 8,8 гигабайта видеопамяти. В бою в районе 6 гигабайт. В 4К разрешение где-то около 11 гигов это все дело потребляет. Это в третьей части. А вот на объединенной карте огромнее, сколько это будет в итоге все дело сжирать, мы узнаем очень и очень скоро. Я вам обязательно это скажу, поэтому приходите. И взрите все воочию. Всем спасибо, кто смотрел. С вами был Крестоносец. Всем удачи, до новых встреч. Пока. Пока.